Шалом и добро пожаловать на Вахафта, Израиль. Это еврейская фраза, означающая «возлюби Израиль». Надеемся, что вы останетесь с нами следующие 30 минут, в то время как наш учитель, доктор Барух, будет делиться своим объяснительным учением из Библии. Доктор Барух – старший лектор в Институте Зер Аврахам, расположенном в Израиле. Хотя все курсы преподаются в Институте на иврите, доктор Барух с удовольствием поделится этим еженедельным обращением на английском. Чтобы узнать больше о нашей работе в Израиле, пожалуйста, посетите наш сайт loveisrael.org. А сейчас доктор Барух с сегодняшним уроком. В уроке на этой неделе мы будем изучать арест Мессии. И очень важно, что место, на котором Мессия был арестован, было местом его молитвы. А кто арестовал его? Я так полагаю, это устанавливает очень важную пророческую истину для всех нас. Это показывает нам, как в последние времена и есть много сходств между тем, что происходило 2000 лет назад, в конце периода второго храма, за 40 лет до разрушения храма. Какие меры принимало правительство против людей, бывших последователями истины? И это тот принцип, который нам необходимо понимать, потому что он снова посетит историю. Мы увидим, что в последние времена будет правящая власть по всему миру, которая выступит против тех, кто покоряется истине Божьей, и тех, кто основывает свою жизнь на силе Божьей. А если вы основываете свою жизнь на истине и силе, вы будете людьми, которые молятся. Возьмите свою Библию и посмотрите вместе со мной Евангелие от Матфея, 26 главу. Как я уже говорил, на прошлой неделе мы изучали то, как Мессия Ишуа, Иисус Христос, был со Своими учениками на месте, известном как Гат Шемони, или Гефсимани. Он взял туда Своих учеников, чтобы помолиться. Взяв Иоанна и двух сыновей Зеведеевых с собой для более близкого, тесного общения, он попросил их бодрствовать и молиться вместе с ним. И мы знаем, он понимал, что время близко, что предающий его приближается, что он скоро будет арестован. И вот когда он молился о подчинении воле своего Отца, он смирился, чтобы исполнить не свою волю, а Божью. И он сделал это как пример для всех нас. И он обличал в том, что они не бодрствовали и не молились, а спали. Он говорил с ними три раза, и в конце третьего раза мы видим, что что-то произошло. Посмотрите вместе со мной стих 47, от Матфея 26, 47, где сказано, «И когда еще говорил он...» Вот. Это произошло в то время, когда он наставлял их об истине, о том, как мир пойдет против него и против них, что им необходимо молиться касательно времени и ситуации, в которой они были. Он предупредил их быть сильными и не поддаваться искушению. И что происходит? Посреди этого мы читаем следующее. Вот Иуда. И, конечно, это Иуда Искариот. Один из двенадцати. Итак, он был одним из учеников, но, тем не менее, он известен как предатель. Еще раз, в 47 стих. «И когда еще говорил он...» Вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним великая толпа с мечами и кольями. И заметьте, почему они пришли? Они пришли от еврейских руководителей. Не от еврейского народа, но просто от еврейского руководства. Мы знаем, что за несколько дней до этого многие воздавали хвалу и превозносили Иешуа, говоря о том факте, что он на самом деле благословенный, пришедший в этот мир. Но вот проходит всего несколько дней, и мы видим, что приближается Пасха. И вспомните, что сказала Иешуа. Писание говорит, что он обратил свое лицо к Иерусалиму и сказал, «Иду в Иерусалим на Пасху». Пасха – праздник искупления, но также Пасха связана и со смертью. И он сказал, что будет предан первосвященникам и старейшинам, что он будет распят и умрет, но в третий день воскреснет. И это скоро исполнится. Итак, посмотрите еще раз. Мы видим, что вот он здесь, в Гефсиманском саду. И большая толпа пришла к нему с мечами и кольями от первосвященников и старейшин народных. Иначе говоря, от правительства, еврейского правительства под римской оккупацией. 48 стих. Следующее, что мы видим здесь, это то, что на нем делается акцент. Речь идет о том самом, кто упоминался раньше. И я говорю об Иуде Искариоте, о том самом, кто предал Мессию. Буквально 48 стих говорит, «Предающий же Его». Предложение стоит в настоящем времени. Это причастие, которое описывает то, что Он делает. И в это время мы видим, что этот самый предает Мессию. Заметьте, и что-то еще. Мы читаем во второй части 48 стиха. Он дал им знак. Кому? Толпе. Тем слугам первосвященников и старейшин народных, которых поставила им Римская империя. Он дал им знак, сказал, «Кого я поцелую?» Это знак глубокой привязанности. Поцелуй показывает глубокую привязанность, любовь. И это было так сказано, что Иуда использует такой знак, показывая дружбу для того, чтобы предать Иешуа. И вот что мы видим здесь. И это важная библейская истина. Мы видим, что Иуда связан с сатаной. Мы знаем из другого Евангелия, что одной из причин, почему Иуда, который любил деньги, одной из причин, почему он пошел к первосвященникам, было то, что он подпал под искушение. Мы изучали, что он, придя к ним, сказал, «Что вы дадите мне?» И я придам вам его. И мы знаем, что говорит Писание. Писание говорит, что вошел в него сатана. И вот библейская истина для нас. Когда мы бунтуем против заповедей, против истины, наставлений, воли Божьей, и когда мы поддаемся искушению, когда ищем того, что хотим мы, а не того, что желает Бог. Какой результат этого? Враг. Сатана. Демоническое влияние. Нечистые духи. Они начнут действовать. Они начнут свое движение в вашей жизни. Очевидно, если вы верующий и наполнены Духом Святым, вы не можете быть одержимы бесом. Но Иуда не был верующим. Он не стал верующим только из-за того, что был одним из двенадцати. Да, и никто из них не имел спасительной веры в то время. Мы видим с точки зрения богословия, что, когда человек становится верующим, в него входит Святой Дух. А это не произошло ни с кем из учеников. На самом деле, этого и не произойдет с ними до времени после воскресения. Почему? Истинный верующий в Евангелие верит не только в личность Иешуа, что он несия, что он был послан в этот мир, чтобы совершить дело искупления. Но, как говорит Павел в 10 главе послания к римлянам, нам необходимо верить в то, что он умер за нас, исповедовать свои грехи, но также верить и в то, что он воскрес из мертвых. Таким образом, у человека должна быть вера в воскресение, но мы ясно увидим, что никто, и именно это я имею в виду, никто не верил в то, что Иешуа, который скоро будет распят, умрет и будет погребен. Никто не верил, что он воскреснет из мертвых. Итак, Иуда не был верующим, и, следовательно, Писание говорит нам, что Сатана вошел в него. И причина, почему я подчеркиваю, такова. Мы знаем, что Сатана отец лжи, и именно таким нам Писание описывает Иуду, что он лжец, знак предательства, который он выбрал, поцелуй. Посмотрите еще раз, он дал им знак, середина сорок восьмого стиха, сказал, кого я поцелую, тот и есть, то есть это именно он. И дальше он говорит, возьмите его, что значит арестуйте, возьмите его, сорок девятый стих, и тот час, сказано тут, подойдя к Иешуа, подошла вся группа, но конкретно мы говорим об Иуде. И тот час, подойдя к Иешуа, сказал, и следующее слово во многих Библиях сказано как слово приветствия, но это также и термин превознесения. Опять-таки, Иуда лжец. Все, что он говорит, неправда. Он говорит, радуйся, и это термин хвалы. И дальше следующее слово. Некоторые Библии переводят его «господин», но буквально это термин на греческом «равви». Это еврейское слово, транслитерированное на греческий язык. Буквально здесь сказано «равви». Итак, он говорит, радуйся, равви, что значит «мой изобильный», или, как во многих английских переводах, «мой господин». Это говорит о подчинении, это говорит о признании его как Господа своей жизни. Но Иуда предал его. Опять-таки ложь. Он говорит, радуйся, равви, и затем заметьте конец 49 стиха. Вероятно, в вашей Библии сказано, что он поцеловал его, и это так и есть. Но вот то, чего вы, может быть, не знаете. Это слово, использованное ранее, когда он говорит «я дам знак, кого я поцелую, тот и есть». Это слово «поцелую» в предыдущем стихе несколько другое, чем это. Корневой глагол тот же, но в последнем использовании присоединен префикс, функция которого подчеркнуть. Обычно, когда мы говорим о целовании кого-либо, к примеру, когда мы говорим о приветствии друг друга святым целованием, это будет нечто другое. В данном случае это поцелуй с большим чувством, больше чувства и искренности. И все это говорит читающему о том, что Иуда был обманщиком. Он говорил одно, а делал другое. Он делал нечто так, чтобы скрыть свое истинное намерение. Так что он дал ему очень любящий, добрый, полный дружбы поцелуй, при том, что на самом деле предавал его. Что ж, перейдем к тому, что мы видим здесь, в конце следующего стиха, где сказано, посмотрите 50-й стих, Ишуа же сказал ему, друг, опять-таки, это весьма неформально. Ишуа знал все. Он сказал ранее, «Вот идет предающий меня». Он знал, кто предаст его. Он знал, что Иуда был тем, кто опустил руку вместе с ним в блюдо, когда они ели накануне ночью. Он знал, что Иуда был предателем. Тем не менее, не перешел на личность. У Ишуа не было враждебности лично против него. Все грешники и все лишены славы Божьей. Но поступок Иуды настолько презренный, настолько постыдный, настолько лживый, что он предал своего Господа, того, кого он называл Господином. Он предал через поцелуй. И Ишуа говорит ему, середина 50 стиха, «Друг, для чего? То есть, по какой причине пришел? Далее мы видим, что там были те, кто подошли и возложили руки на Ишуа и взяли его. Иуда вышел вперед, дал Ишуа этот исполненный чувство поцелуй, который маскировал его истинное намерение. Иуда не был другом, Ишуа не был для него Господином, Господом. Что правило жизни Иуды? Деньги. А деньги, если у нас любовь к ним, то эта любовь проявится в многообразии зла в нашей жизни. Итак, мы видим, что Ишуа был схвачен. И 51 стих. И вот, это значит, что произойдет нечто значимое. «И вот один из бывших с Ишуа, простерши руку, выхватил меч свой и ударив раба первосвященника». И это важно. Здесь это подчеркивается. Эмфатическая конструкция. Иначе говоря, записывавший Евангелие, в данном случае Матфей, хотел, чтобы мы с вами знали, что этот ученик, который был с Ишуа, и из другого повествования мы знаем, что это был Петр. Петр выхватил свой меч и ударил конкретно. Намеренно или намеренно он ударил и отсек ухо. Вот что говорит Писание. Он ударил раба первосвященника и отсек ему ухо. И я хочу сказать две вещи касательно этого стиха. Из другого Евангелия мы знаем, что произошло. И Ишуа прикоснулся к уху. Там не сказано, что он поднял отсеченное ухо, а сказано просто, что он коснулся этого человека, этого раба, и он был исцелен. подразумевается, что произошло не только исцеление раны, но и восстановление, то есть образовалось новое ухо на том же месте. Вот какое было исцеление. И представьте, это был раб первосвященника, не одного из, а главного. Этот раб, вернувшись, в данном случае, мы изучим на следующей неделе, первосвященником был Каяфа. И представьте, что он говорит, вы знаете, один из учеников отсек мне ухо, и первосвященник, наверное, сказал, что ж, мне это кажется нормальным. Да, вероятно, ответил раб, но этот Иешуа, Иисус из Назарета, он просто коснулся места, где была рана, и я исцелился, ухо восстановилось. Какое свидетельство? Да, это значимо. И вот второй момент. Что сделает первосвященник? Что сделает раб первосвященника? Услышат ли они? И это слово «услышать» означает слышать с целью послушания. Или же они будут упорствовать в своем противлении? И на самом деле это хороший вопрос для всех нас. Вы намерены, услышав истину Слова Божьего, откликнуться на Него послушанием? Применить веру в действии, стать, быть инструментом, сосудом живого Бога для Его целей? Или же вы будете бунтовать против Него? Я говорю это часто, и скажу снова, если вы покоритесь Богу, то, придя после смерти в Царство Божье, вы будете вечно радоваться этому решению. Но если вы поддадитесь этим ложным голосам, звучащим в уме людей, когда их призывает принять Евангелие, и человек думает, ой, да это просто история, она не для меня, только слабак примет ее, это неправда, это и прочие отговорки. Если вы послушаете внимательно, если вы отвергнете это Евангелие, не исповедуете свои грехи, не приобретете упование на Ишуа, не примете его кровь, не позволите истине о том, что Мессия умер, был погребен и воскрес, повлиять на вашу жизнь, если вы не примете его, то будете вечно сожалеть об этом. А после того, как вы покинете этот мир, после того, как не станет в вас дыхание, то вы уже ничего не сможете со своей вечной судьбой. Так не совершите же эту катастрофическую ошибку. Смиритесь, помолитесь прямо сейчас, приняв это решение. Пригласите его в свою жизнь, того, кто умер за вас, того, кто воскрес из мертвых. Возложите свое упование на него, и вы никогда не разочаруетесь в том, что сделали это. Итак, что мы читаем? Мы видим, что они сделали следующее. Они схватили его. Петр выхватил свой меч. Он ударил раба первосвященника и отсек ему ухо. 52 стих. Тогда говорит ему Иешуа, обращаясь к ученику, он говорит, возврати меч твой в его место, ибо все взявшие меч мечом погибнут. 53 стих. Он говорит, или думаешь, или полагаешь, иначе говоря, что я не могу, буквально вот что здесь сказано, или думаешь, что я не могу теперь воззвать, в переводе короля Иакова сказано, помолиться, но в тексте нет слова помолиться. Это слово означает просто воззвать, воззвать к Отцу Моему. Это говорит о его божественности. Иначе говоря, разве ты не знаешь, что я могу воззвать к Отцу Моему, и он даст мне, предоставит мне, более 12 легионов ангелов. «Итак, если бы он сделал это, а он мог, но он сказал, если бы он сделал это, итак, как же сбудутся Писания? И это более чем что-либо, иное говорит нам что-то. Когда мы смотрим на Иешуа, что интересовало его? Чтобы исполнились Писания. Это послание для вас и для меня. Чтобы мы жили свою жизнь, вели себя так, чтобы Писания исполнились. Итак, он говорит, «Итак, как же сбудутся Писания, что так должно быть?» И это слово «должно» означает, что нет иного пути. Все должно быть именно так. 55 стих. «В тот час» это означает прямо в тот момент. Иешуа сказал толпам. Произошло изменение со словом «толпа». Оно теперь во множественном числе. Оно говорит о разных группах в этой большой толпе. И он говорит, «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня, арестовать меня, схватить меня». Он продолжает и говорит, «Каждый день с вами те же самые люди. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня». Это так важно. Он говорит, «Почему тогда не было никакой критики?» Согласно закону Синедриона, еврейскому закону, прежде чем арестовать кого-то, если человек делает что-то против закона, дайте ему наставление, дайте ему возможность не делать этого. И это говорит нам об их лицемерии. Это говорит нам, что они не следовали, и мы это увидим, особенно на следующей неделе, когда будем говорить о Ишуа перед Синедрионом, перед этими руководителями, первосвященниками, книжниками и старейшинами. Мы увидим, что они нарушали свой собственный закон, протокол Синедриона, с целью совершить то, что они хотели совершить. Понимаете, мы должны быть людьми, следующими наставлением Божьим, а эти люди не соблюдали даже свои собственные законы, не говоря уж о законах Божьих. Итак, он говорит, вы знаете, каждый день, когда я был в Иерусалиме, что я делал? Сидел и учил в храме, и не было никакой критики, никто не хотел арестовать меня, никто не говорил против того, что я делал. У них были вопросы, может, они и не соглашались внутренне, те, кто верили лжи, но с ним ничего не происходило, и вот внезапно. И почему было так? Очень просто, для того, чтобы исполнились Писания. Посмотрите наш последний на сегодня стих, 56-й. Он говорит, «До этого никто не хватал меня, когда я был в храме и учил, но теперь имеется в виду под властью тьмы, но для того, чтобы исполнилось Слово Божье». Посмотрите 56-й стих. «Это же все сделалось». Это слово «гегонен», очень важный греческий термин, стоит в перфектном времени. Что это значит? Происходящее происходит не случайно. Оно было запланировано заранее. Это было то, что они хотели сделать, поэтому запланировали заранее, а теперь осуществляют это. И перфект говорит о том, что будут результаты, последствия в будущем. Не сделайте ошибки. То, что скоро произойдет, имеет величайшие последствия касательно будущего, потому что все это про смерть, погребение и воскресение Мессии, для чего Он пришел в этот мир. Так что все эти события произошли случились для того, чтобы Писание чьи пророков я выделил это в своей Библии не без причины. И это потому, что и если вы часто слушаете меня, то знаете, что я делаю акцент на пророчестве. Почему? По причине этой великой связи, этой неразрывной взаимосвязи между пророчеством и пониманием слов и дела Мессии. И вот мы видим библейское доказательство в поддержку этого. Он говорит, все это сделалось, происходит. Все это происходит почему? Чтобы Писания пророков исполнились. Так важно. Как завершается наш стих и наше учение сегодня? Очень просто. Посмотрите конец стиха. Тогда ученики, все ученики, что они сделали? Они оставили его и бежали. Очень важно, чтобы мы увидели две вещи. Мы видим акцент на Писаниях пророков. И сразу с этим связано что? Все ученики. Заметьте, не сказано все его ученики. Мы говорим о его учениках, но подчеркивается просто ученики. Они были призваны быть учениками, но они не вели себя как ученики. Они бежали. И это слово означает уйти, но также может значить и оставить, покинуть. А почему? Они не восприняли серьезно его слово о молитве и не молились. И вот чем я закончу. Это было по причине недостатка пророческого откровения. Видите ли, они не понимали пророков. И по этой причине, так как они не смогли понять пророков, они не понимали, что происходит, не понимали великого духовного библейского значения этого события. Вот почему так важно, чтобы мы с вами изучали пророчества. Призывайте вашего пастора, вашего духовного лидера делиться с вами пророческой истиной. Это основополагающее для того, чтобы верно следовать за Мессией Ишуа. И вот для чего мы делаем эти учения, чтобы ободрять вас и помогать вам верно следовать за Мессией. Надеемся, что вы получили пользу от сегодняшнего послания и что вы поделитесь им с другими. Пожалуйста, запланируйте присоединиться к нам каждую неделю в это время и на этом канале, чтобы посмотреть нашу трансляцию loveisrael.org. Чтобы узнать о нас больше, зайдите на наш сайт loveisrael.org. Там вы найдете статьи и многие другие лекции Баруха. Эти лекции в форме видео. Вы можете загрузить их или смотреть в прямом эфире. До встречи на следующей неделе. Да благословит вас Господь в нашем мессии Иешуа Иисусе в вашем хождении с ним. Шалом из Израиля. Редактор субтитров Корректор А.